все давайте начинать прежде чем перейдем собственно к многопоточности хочу напомнить про замечательный про замечательный cd function который есть и плюс плюс который позволяет оборачивать все что можно вызвать то есть это и функторы и обычные функции и лямбды и методы классов все обернуть привести к одному интерфейсу в качестве примера сразу хочу показать что вот мы объявляем псевдоним для такой функции который имеет такую сигнатуру ничего не возвращает и принимает int и далее все что все что может принять int и ничего не возвращает можем передать куда-то или сложить в массив или в контейнер какой-то или передать какую-то другую функцию и там вызвать просто как обычную функцию вот например у нас есть обычная функция мы можем соответственно таким вот образом получить std function есть у нас лямбда мы тоже приводим ее к этому интерфейсу есть функтор без проблем можем туда положить функтор есть статические статические метод тоже без проблем можем поместить его сложнее всего с обычным методом класса почему потому что для того чтобы вызвать метод класса нужно еще передать виз поэтому мы используем другой инструмент bind который позволяет какой-то параметр которого на данный момент нет вместо него поставить какую-то placeholder и потом уже при реальном вызове он будет заменен сейчас чуть попозже про байн поговорим вот но метод обычный метод класса мы тоже можем привести к этому интерфейсу и потом например сложить все эти объекты в вектор и потом в цикле допустим все эти вызвать функции очень удобно байнд как я уже говорил позволяет получить тоже ну привести к какому-то интерфейсу но часть аргументов которых сейчас нет их просто заполнить ну на данный момент просто ничего не туда не поместить но при реальном вызове уже поместить что-то реальное вот как пример лучше это на примере объяснять может что-то я уже сам заговорился также к примеру у нас есть какой-то генератор это допустим функция которая возвращает какое-то целое и есть какая-то функция которая принимает генератор ну и там подготавливает какие-то данные у нас могут быть на разные случаи жизни разные генераторы например монотонно возрастающий начальное значение и он монотонно начинает возрастать возвращать нам какие-то значения или просто случайные числа какие-то возвращает соответственно мы хотим функции в генераторы вот с такими вот разными сигнатурами привести вот к такому вот виду чтобы можно было использовать с этой функцией соответственно мы можем взять функцию допустим монотоник и вот этот вот аргумент которого здесь у нас не будет при вызове его задать вот то есть потом когда мы будем мы его вызовем будет вызвана эта функция и начальное значение там будет пер будет передано 100 можно также сделать байнд для рандом тоже передать какую-то строку но соответственно байнд позволяет делать не только какие-то статические аргументы забанить ну вот как и здесь я показывал можно просто указать что это сейчас не используется а потом при вызове вот такого функционального объекта туда что-то передать в данном случае туда будет передан виз так и еще один пример пример использования байанда покажу есть у нас к примеру какой-то код который мы написали чтобы проверить что все элементы последовательность какой-то меньше пяти ну и потом мы хотим использовать этот код еще в других местах мы не хотим его сильно менять хотим просто передавать какой-то предикат не хотим его писать каждый раз но заново поэтому можем просто описать какой-то предикат и через байнд оставить пустое место на тот момент когда мы создаем такой функциональный объект и потом по месту вызова там где это нам необходимо этот функциональный объект использовать то есть здесь мы через байнд одно значение зададим это будет вместо макс а вместо вы оставим пустое место которое будет при каждом вызове этого функционального объекта будет туда передаваться аргумент далее еще один пример допустим у нас есть какой-то класс робот который может выполнять какие-то действия и что мы хотим сделать мы хотим сделать возможность записывать какую-то программу для этого робота чтобы он выполнял какие-то команды объявляем такой вот псевдоним для команды это в какая-то функция которая ничего не возвращает ничего не принимает и допустим и пишем какие-то команды которые нам нужны например движение движение принимает у нас робота и направление ну и в этом направлении робота там отправляет или там команда огонь роботу вот здесь я хочу обратить что у всех этот команд у всех этих команд сигнатура разная и нам требуется приводить ее вот к такому вот виду все это можно сделать опять же с помощью байнд то есть вот мы создали робота создаем вектор из команд нашу программу которая будет выполняться и потом эту программу уже пишем добавляем команды с помощью байнд мы преобразовываем все эти функции к одной вот этой вот сигнатуре move передаем это у нас функция move туда передается роботы направления опять функция fire и туда передается робот здесь я написал ошибка почему я это написал потому что обратите внимание на объявление этого класса здесь запрещено копирование почему там происходит ошибка потому что байнд копирует аргументы когда мы создаем вот этот вот функциональный объект он те значения которые мы туда передаем они туда копируются поэтому поскольку у нас робот копировать нельзя у нас здесь происходит ошибка компиляции для того чтобы можно было чтобы байнд чтобы можно через байнд использовать объекты какие-то не по значению а по ссылке есть следующая утилита называется реф то есть мы можем какой-то аргумент обернуть в std-ref и соответственно у нас не будет копирования самого объекта будет передана внутрь ссылка это соответственно тоже функциональный объект как одна из возможных реализаций он может просто запомнить где-то у себя внутри указатель на объект этот указатель копировать то есть не копировать сам объект копировать указатель ну и соответственно приводить к требуемым интерфейсу небольшой вопрос если я вот так вот попробую туда вот в байнд какой-то R-value передать в качестве аргумента как долго он там будет жить скопируется ли он где-нибудь вот R-value будет скопирован туда то есть там будет копия жить если же ты будешь использовать реф то есть приводить к ссылке то соответственно если на момент вызова вот этого функционального объекта потом мы возьмем напишем программ там индекс 1 ну и вызовем функцию и у тебя робота уже не будет существовать ну это проблема то есть это реальный случай я от него саму по себя он не страхует нет нет std ref нужен для вот как бы байнд он аргументы копирует чтобы нам избежать копирования и передать посылки нужно использовать std ref еще один небольшой вопрос не могли бы вы пояснить вот про placeholder чуть выше в примере про less than да то есть вот я бы ожидал что less than 3 равно std байнд less than и просто тройка вот как число значит смотри вот этот вот all-off алгоритм он принимает какой-то предикат у этого предиката сигнатура следующая он должен вернуть булл и должен принять какое-то значение значение такого типа какого типа элементы в последовательности вот как когда мы здесь создаем этот функциональный объект мы что говорим что вот функция которую нужно обернуть дальше вот этого аргумента у нас сейчас нет он будет подставляться когда будет работать этот алгоритм да то есть это будет происходить вызов функции внутри этого алгоритма и то значение которое будет передаваться внутри этого алгоритма она будет подставляться сюда мы здесь и показываем что вот placeholder 1 мы как бы его оставляем он будет вызываться потом и а потом до троечка это у нас соответственно вместо макс ляжет то есть мы оставляем сейчас там пустое место потом она при вызове этого функционального объекта будет заполняться есть понял спасибо еще вопросы ну а теперь собственно давайте переходить тогда многопоточности значит смотрите на уровне операционной системы все программы запускаемые они представляют собой процессы соответственно уровне операционной системы процессов может быть много и внутри процесса может существовать тоже разное количество потоков в любой программе как минимум один поток когда мы написали программу у нас кроме main ничего нет то вот в этом вот потоки будет выполняться в самом первом функция main потом мы сможем создать новые потоки и они будут выполняться параллельно с нашей функцией main возможно параллельно возможно нет то есть если у нас ядер много если они простаивают операционная система может наши потоки по ним всем распределите они будут выполняться параллельно между разными процессами нельзя использовать общую память то есть память у каждого процесса своя есть в операционных системах специальные средства для того чтобы сделать память разделяемую между двумя процессами но как бы обычно памяти у каждого процесса своя но внутри процесса между потоками вся память общая здесь я и показал что вот есть какие-то глобальные данные там статические допустим переменные куча то что мы выделяем через молок или new это вся память процесса она вся общая для всех потоков то есть все потоки могут обращаться к этой памяти но у каждого потока свой стек соответственно о чем это говорит о том что если создавать много потоков то это требует выделения памяти под стек потока ну и соответственно эта операция не не дешевое создание нового потока поэтому когда требуется часто какие какой-то код выполнять параллельно используется пул потоков изначально создается какое-то количество потоков например 10-20 штук и потом когда требуется выполнить какое-то действие из этого пула берется поток и там выполняется какой-то код нет он не скопируется когда создается новый поток то аллоцируется какая-то память под стек и вот указатель стека для этого потока начинает указывать туда копирование старого стека в новый стек нового потока если ты об этом не происходит выделяется новый стек создается вот соответственно когда мы будем говорить здесь термины несколько начинаю смешивать многозадачность и многопоточность наверное это неправильно но сейчас для простоты будем считать что будем понимать под многопоточностью многозадачность и наоборот так вот многозадачность бывает в общем случае двух типов это когда есть какой-то у нас планировщик например операционная система которая что делает она выделяет для каждого потока какой-то квант времени то есть она отвечает за то чтобы потоки не простаивали чтобы каждый из них получил возможность что-то сделать ну и соответственно через какое-то время она поток с выполнения снимает дает время другому потоку это называется переключение контекста соответственно для чего это сделано потому что ядер у нас немного а процессов и потоков может быть очень много поэтому требуется вот такая вот требуется работа планировщика соответственно при переключении контекста что должна операционная система сделать операционная система должна сохранить все регистры для нового для потока которому она передает выполнение наоборот его все регистры восстановить плюс какой-то дополнительный контекст восстановить и передать выполнение потом когда она снимает она соответственно также запоминает и восстанавливать для следующего вот почему не хотят ввести в стандарт c++ карутины ввести хотят но пока не могут договориться как эти карутины должны выглядеть то есть это идет там в комитете холивар о том как правильно сделать карутины как ну не только в этом дело в общем пока что нет единогласного какого-то мнения как только придут какому-то консенсусу карутины введут конечно это да одна из самых ожидаемых фич что то что такое вот а я сейчас расскажу вот если 1 у нас это многозадачность она которая реализуется с помощью планировщика в своей программе вы тоже если хотите можете написать свой планировщик может быть для каких-то случаев кому-то это для оптимизации каких-то понадобится а второй подход к многозадачности это кооперативная многозадачность то есть код какой-то поработал он больше не может работать например он ждет данных откуда-то там что ему по сети пришлют соответственно он просто передает выполнение какому-то другому коду другой код также работает потом он выполнил работу ему нечего делать он передает выполнение следующему вот это вот вкратце так работают карутины то есть переключение контекста может не происходить вот я кстати да говорил про переключение контекста все это говорил для того чтобы было понимание что переключение между потоками операция не бесплатная поэтому когда в системе становится очень много потоков то планировщик операционной системы может тратить большую часть своего времени просто на переключение контекста соответственно если там кто-то думает что можно создать там 100 потоков и это будет работать в сто раз быстрее то может быть наоборот станет медленнее потому что переключение контекста они не бесплатные в случае корутин кооперативной вот такой вот многозадачности поработала одна функция отдала управление другому тут может быть переключение контекста не быть то есть просто мы переходим по другому адресу начинаем что-то делать ну или очень дешево дешевое переключение контекста но соответственно какие проблемы что если какая какой-то код работает неправильно и не передает управление то соответственно он начинает монопольно выполняться все остальные не могут ничего сделать кооперативная многозадачность была раньше на уровне операционных систем например macos 9 там была именно кооперативная многозадачность программа когда работала она должна специально была вызывать метод операционной системы чтобы операционная система могла другой программе дать поработать вот сейчас в общем все системы там macos 10 windows там linux и они конечно используют планировщик там уже другие появляются проблемы так вот какие у нас возникают проблемы когда мы хотим написать многопоточный код во первых нам начинает мешать компилятор точнее его оптимизатор потому что сам компилятор промо многопоточность почти ничего не знает и может наш код преобразовывать например мы можем написать следующий код есть у нас один поток где мы в цикле проверяем не пора ли завершиться и пока не пора мы делаем какую-то полезную работу то есть ожидаем какой-то команды от другого потока другой поток выставляя вот этот вот флаг shutdown сигнализирует о том что надо завершить работу и вот это вот вот этот цикл может выполняться вечно по какой причине по той что когда компилятор когда компилятор выполняет оптимизацию он смотрит что в контексте этой функции это переменная не изменяется поэтому проверку эту просто выбрасывает и делает здесь просто голоду то есть делает сразу бесконечный цикл для того чтобы компилятору запретить делать такие оптимизации и специальные ключевое слово volatile мы можем написать вместо bull shutdown написать volatile bull shutdown после этого компилятор не будет выполнять никаких оптимизаций с этой переменной и у нас этот код может работать но может и не работать почему он может не работать мы же не знаем что там вы будете сначала шат-даун трубу втором трейдя потом что-то с первым снова вот я скажу как этот код сделать чтобы он работал чуть попозже почему это может работать не так ну потому что в общем процессор тоже довольно сложная сейчас система у нее как вот и говорил у современного процессора есть несколько ядер у каждого ядра есть свой локальный кэш кэш нужен для того чтобы не ходить в оперативную память потому что это очень дорого поэтому используется кэш и 1 2 там третьего уровня соответственно когда какие-то данные изменяются одним ядром изменяются эти изменения должны увидеть другие ядра ну если он изменил у себя в кэше первого уровня как увидит другое ядро на котором выполняется другой поток что эти данные изменились здесь есть у процессора очень сложный протокол инвалидации кэша то есть когда и какие-то данные изменяются там выставляются в общем какие-то флаги в общем там нетривиальный протокол и в конце концов во всех кэшах других ядер вот эти если там тоже используются те же самые данные они обновляются но процесс этот довольно затратный поэтому процессор старается максимально его оттягивать и например такой код вот у нас допустим есть какой-то потребитель данных он ждет пока флаг ready не станет true то есть это будет означать о том что данные готовы следом с этими данными что-то может делать есть поток который данные производит то есть он может там рассчитать какие-то данные потом выставить флаг в тру и после этого потребитель получит эти данные так вот процессор когда выполняет вот этот вот код он может где там даже комментарии написал вот как возможный пример выполнения он может посчитать что а вот сейчас начать читать данные это очень медленно поэтому возьму я это буду выполнять где-то на другом конвейере а пока выполню следующее действие вот и он соответственно берет и вроде записывает true а это выполняется пока где-то там на другом конвейере в это время другой поток на другом ядре видит что данные обновились соответственно проваливается дальше а данные еще не готовы то есть нам процессор создал проблему интуитивно понятно что нужно как-то что-то сделать для того чтобы процессору запретить это делать то есть какую-то инструкцию вставить и в общем у всех процессоров которые могут переупорядочить данные не данные инструкции есть и какие-то команды которые запрещают это делать и в общем в сложившейся терминологии вот вот эти инструкции называется барьером памяти то есть вот до этого барьера что это выполняется после него мы можем это мы можем процессору сказать что вот до этого барьера все выполнили только потом выполнять дальше соответственно а вот да я показал как он produce может изменить consume он тоже может изменить что вот этих данных еще нет поэтому он процессор как бы не понимает о том что это может выполняться параллельно где-то на другом ядре он просто видит что ну у меня же данные вот рейди и дата они никак не связаны что мне мешает начать сейчас выполнять дальше вот эту вот ветку а потом уже я проверю это рейди ну и опять же это возникает проблема то есть ее надо тоже исправлять эту функцию тоже надо какой-то барьер вставить барьеры это в общем такая инструкция процессора обычно когда эту тему объясняют говорят что есть две операции работы с памятью это что-то прочитайте с памяти и что-то в память записать то есть стор и лот и вот это вот x и y это x либо лот либо стор и y тоже то есть всего поскольку операции 2 у нас может быть всего 4 барьера ну и барьер соответственно гарантирует что до барьера все операции вида x будут выполнены и до барьера никакие операции типа y выполняться не будут но обычно объединяют сразу несколько барьеров в один не но не в один в несколько группируют ну обычно это аквайр и релиз аквайр у нас соответственно говорит о том что все операции после барьера будут начаты строго после того как будут выполнены все операции чтения из памяти которые есть до барьера то есть аквайр по сути когда мы хотим точно знать что мы значение прочитаем мы должны поставить барьер аквайр если же мы хотим что-то записать и хотим быть уверены что другим на других ядрах это об этом станет известно то мы используем релиз релиз нам гарантирует что все операции до барьера будут выполнены до того как начнут выполняться стор операции после барьера если переходить к c++ то отражение этого всего мы увидим в файле заголовочном atomic во первых есть там функция atomic thread fence которая собой и реализует барьер а какой конкретно барьер использовать это параметр ордер и есть следующие типы аквайр релиз и sequential consistency по умолчанию используется именно sequential consistency это в общем объединение и аквайр и релиз почему используется по умолчанию именно это самая строгая самый строгий барьер ну потому что программисты бывают разной квалификации поэтому по умолчанию лучше предлагать то что наиболее безопасно но когда начинается оптимизация кода выжимания всего из него то соответственно лучше использовать стратегии такие которые не будут мешать процессору все таки вот эти вот все оптимизации которые в нем есть чтобы они по максимуму использовались поэтому аквайр и релиз констюм релакс и вот это вот я честно говоря даже не знаю что это такое но это очень редко и не на всех далеко не на всех архитектурах это используется если говорить про наш про процессоры intel amd архитектура md64 то там как раз в инструкциях ассемблера именно вот эти вот три они нашли отражение сейчас давайте напишем код как раз это посмотрим вот мы переделываем нашу функцию produce вставляем барьер memory order релиз то есть и компилируем смотрим что здесь появилось появилась вот такая вот инструкция mfans то есть это вот как раз инструкция процессору чтобы он не выполнял вот этих вот изменения порядка выполнения и также мы вставляем consume также вставляем барьер вот возвращаясь к нашему процессору наиболее сейчас распространенному amd64 там есть три команды lfans который собственно представляет собой acquire store fans релиз и mfans это вот как раз sequential consistency что здесь нужно сказать что вот в некоторых что в принципе вот эти вот все операции они могут быть очень дорогие то есть mfans в некоторых случаях чтобы ее выполнить процессору требуется одну-две микросекунды для понимания много это или мало вот во второй лекции я приводил там различные величины вот например алгоритм зиппи сжимает один килобайт банкила килобайт данных за три микросекунды а тут просто чтобы пройти барьер нужен нужна одна микросекунда ну естественно это очень много mfans это одна из самых дорогих инструкций процессора то есть каких-нибудь просто там пересылка из регистр в регистр за это время можно за микросекунду там не знаю ну много выполнить тысячу наверно может больше естественно из по использовать вот в таком виде это довольно сложно поэтому используют это обычно люди которые хорошо понимают что они делают и когда это действительно необходимо для тех случаев когда нужно просто чтобы вот например тот приведенный код while not shutdown работал можно использовать атомарные переменные они также находятся в файле atomic и они представляют собой обертки просто над обычными кими-то значениями но которые внутри себя необходимые барьеры уже за вас вставляют из по соответственно использовать это становится довольно просто у них вот есть также методы load и store которые принимают memory order ну по умолчанию как и говорил тоже sequential consistency то есть в принципе это будет довольно медленно работать но если вы четко понимаете что вы делаете вы можете использовать другой порядок и будет какой-то прирост производительности пользоваться соответственно становится довольно просто atomic int равно 5 можем пользоваться этим интерфейсом store и load можем если нам нас пугают такие сложности там есть перед там перегружены операторы и можно в общем выполнять какие-то действия там инкремент декремент присваивание в общем сравнение все это можно делать но автоматически у вас соответственно вот этот вот код который работал раньше неправильно самом начале мы с него начали разговор вот этот вот соответственно исправить его можно самым простым способом это сделать вот этот вот булл атомарной переменной std atomic булл после этого магическим образом но не совсем магическим вы уже знаете как это работает это все начинает работать сложно вот атомарная переменная да нам гарантирует что вот после того как мы эту атомарную переменную если мы ее будем читать мы увидим актуальное значение если мы будем туда писать другие потоки тоже увидят актуальное значение это atomic нам гарантирует но как бы я вот говорил говорил что везде использовать atomic не надо потому что везде будут вставлены барьеры и ваша программа замедлится там в сотни и в тысячи раз поэтому на прошлой лекции мы говорили про умный указатель шарик ptr сразу скажу что внутри шарик ptr а используется атомарная переменная кто догадается для чего она там используется используется а совершенно верно поскольку там есть счетчик ссылок то соответственно мы используя шарик ptr в многопоточной среде мы должны быть уверены что счетчик у нас будет корректно увеличиваться уменьшаться поэтому там атомарная переменная используется для этого счетчика соответственно отсюда какая мораль что шарик ptr в многопоточной среде может приводить вот к таким вот неприятным последствиям в виде сильного замедления кода потому что вот на этих барьерах происходит синхронизация ядер процессора это долго и самая главная рекомендация когда пишется многопоточный код это изменяемые данные между разными потоками не разделять на этом в принципе вот функциональных язык с функциональные языки очень хорошо ложатся на многопоточность потому что там все данные они неизменяемые то есть изменение каких-то данных это приводит к созданию новых поэтому нет никакой конкуренции между потоками и все в общем более-менее хорошо почему изменяемые потому что если данные неизменяемые вы их только читаете никаких проблем они не создают в многопоточной среде читайте из разных потоков не задумывайтесь ни о какой синхронизации никаких проблем не будет но как только вы изменяете какие-то данные становится проблема во первых видимости их в другом потоке во вторых совместного изменения чаще чуть попозже об этом тоже поговорим теперь давайте собственно поговорим как создавать все плюс плюс потоки ну во первых нам нужен заголовочный файл thread сам поток может представлять собой либо функцию либо метод класса либо лямбда функцию в общем все что можно можно выполнить создание его происходит следующим образом мы создаем объект thread и передаем в конструктор либо вот функцию либо мы можем передать туда лямбда функцию ну либо что-то что может быть выполнено после создания объекта thread автоматически будет создан новый поток и он будет выполнен рано или поздно когда неизвестно когда планировщик операционной системы посчитает нужным после того как мы его создали нам нужно сделать обязательно следующую вещь либо сделать джойн либо детач если мы делаем джойн то здесь наш поток в котором мы создали другой поток останавливается и ждет завершения вот этого потока когда завершится этот поток когда мы из этой функции выйдем он соответственно завершится то есть джойн останавливает поток который породил этот новый поток и ждет его завершение детач не ждет завершения потока просто вот мы про него забыли и все и он где-то там выполняется почему это нужно сделать потому что я честно говоря не знаю какой логикой руководствовался комитет но когда этот объект thread будет выходить из области видимости он соответственно будет удаляться и там в деструкторе будет проверка что если не был сделан джойн или детач то программе сделают терминейт зачем не знаю но сделали вот так поэтому нужно либо сделать джойн либо детач зависит от того что вам нужно дальше у каждого потока есть такая специальная переменная которая доступна ему называется вестрет через нее мы можем например получить идентификатор потока который можем сравнить с другим идентификатором потока например проверить тот же самый трет или другой можем вывести в консоль можем сделать илд то есть сказать планировщику что сейчас вот я не хочу выполняться с ними меня передай выполнение кому-нибудь другому и можем например усыпить поток на какое-то время данном случае на одну секунду также запустить для запуска кода в новом потоке есть утилита std async мы здесь передаем стратегию запуска их 2 async deferred async требует от того чтобы запускался ну и дальше также мы передаем либо указатель на функцию либо лямбда функцию в общем все что может можно вызвать async требует чтобы вот этот вот код чтобы был создан новый поток и там был выполнен этот код причем но он стандарт на самом деле не говорит о том что обязательно нужно создавать новый поток а не использовать какой-то пул но я про реализации по моему не помню где пол используется deferred это на усмотрение компилятор то есть он может выполнить просто как обычную функцию вызвать сейчас то есть мы здесь на следующей строчке окажемся только после того как это будет выполнено либо запустится в другом потоке deferred это на усмотрение компилятора так ну и соответственно вот здесь вот я тоже пример показываю как этим пользоваться есть у нас функция которая принимает два каких-то аргумента пишем std async launch async функция и дальше идут аргументы которые будут переданы сюда то есть в результате этого должен в каком-то параллельном потоке выполнится вот этот вот код когда мы используем async об этом думать не надо async join detach там сделает об этом не надо работать это будет как если был detach то есть ну там отработать никто его ждать а как это работает сейчас я скажу что делает yield в общем смотри планировщик операционной системы он периодически берет какой-то поток из очереди выделяет ему квант времени там сколько-то там микросекунд чтобы он поработал после этого его снимается выполнение передает квант времени другому потоку вот yield когда вот твой поток еще не отработал положенному квант времени но ты уже не хочешь чтобы он выполнялся то есть ты уже сделал какую-то работу и не хочешь тормозить остальную систему ты делаешь yield и операционная система твой поток снимает выполнение передает квант времени следующему потоку потом когда цикл пройдет твой поток снова будет выполнен то есть ты как бы отказываешься от выполнения вот от своей порции времени вот стда async возвращает объект вот такого вот типа стд фьюча используя этот объект мы можем во первых дождаться завершения кода который выполняется у нас в другом потоке во вторых получить результат его работы вот инт это как раз возвращаемый тип который нам вернет то есть мы здесь запускаем в другом потоке следующий код он просто возвращает 5 ну и инт дальше после того как мы получили вот этот вот объект от стда async мы можем сделать get и здесь мы получим эту пятерку то что он вернёт get делает помимо того что возвращает результат она еще и останавливает поток в котором мы выполнили async и дожидается завершения запущенного нами потока иногда это не нужно ну например иногда также мы можем не получать сейчас значение мы можем просто сделать вейт дождаться выполнения этого кода потом также сделаем get немедленно получим это значение иногда не нужно нам ждать мы можем это выполнить вейт или get где-нибудь потом это в общем то не важно то есть он может выполняться параллельно но результат мы потом всегда сможем получить также есть помимо вейт обычный есть еще вейт фонт то есть мы можем ограничить время ожидания сколько-то допустим секунд подождать вейт форнам вернет статус статусов может быть три эта задача еще не стартовала закончилось это время и мы результата не дождались ну и последнее это то что уже задача завершилась и соответственно после того как мы получили вот этот фьючер статус рейди мы можем сделать гэт получить значение в парик фьючер пока что понятно все про фьючер есть промис промис нам нужен для того чтобы из потока вернуть какой-то результат ну вот которые запущены через асинг ну не обязательно через асинг в общем для того чтобы из другого потока получить какой-то результат мы используем связку промис и фьючер как это работает нам нужно создать во первых объект промис вот здесь аргументом шаблона указан возвращаемый тип то есть это будет у нас какой-то код выполняться который будет возвращать им после этого у промис есть метод гэт фьючер то есть он возвращает как раз объект уже фьючер после этого мы можем а ну да вот сразу пример мы например хотим написать какой-то лаунчер который будет запускать какие-то задачи возвращать но аналог такой стда синг он у нас возвращает фьючер это для того чтобы вызывающий код мог дождаться завершения потока и получить какой-то результат у промиса мы сделали гэт фьючер получили собственный этот объект который мы потом вернем дальше здесь у нас что здесь просто лямбда функция это лямбда функция будет у нас выполняться потом в другом потоке то есть вот и вот здесь можно написать какой-то код который будет выполняться в другом потоке там все что угодно единственное что мы должны в эту функцию передать каким-то образом объект промис который мы создали после того как мы вычислим какое-то значение мы можем сделать с отволю и туда вычисленное значение передать после этого если какой-то код ожидает на фьючер сделал вейт или гэт он тут же это значение получит дальше мы просто создаем новый поток передаем туда вот этот вот промис делаем детач и возвращаем фьючер копировать промис нельзя вот а передать просто по ссылке мы не можем потому что когда мы выйдем из этой функции вот этот промис будет удален сам там соответственно ссылка будет указывать в никуда поэтому мы его туда перемещаем ну и дальше использую вот в таком вот виде ран таск здесь под авто у нас объекты стд фьючер и это фьючер мы можем сделать гэт получить результат этот единичку по этому коду все понятно теперь что будет если выбросить исключение в потоке в общем ничего не будет вот если мы сделаем так это исключение потеряется то есть она будет просто там будет какой-то код компилятором сгенерирован который поймает это исключение поток немедленно завершится но об этом мы никак не узнаем поэтому что нужно сделать чтобы вернуть исключение из потока вот да ты прав только сейчас мы до этого дойдем если мы используем уже какой-то лаунчер вот например std async мы можем просто мы здесь получили фьючер у фьючер сделали гэт если произошло там исключение то мы получим не результат работы а просто здесь будет выброшено исключение когда мы сделали гэт и потом мы соответственно его также взяли поймали я и поняли что произошла ошибка если же мы пишем свой лаунчер к примеру мы можем вот тот код вспомните который только что разбирали там была лямбда функция которую мы в потоке выполняли вот сейчас мы ее немного перепишем сделаем следующее здесь вот мы какую-то функцию выполняем которую нам допустим сюда передали на выполнение в блоке try catch ловим все исключения которые могут возникнуть и в promise устанавливаем set exception и дальше туда передаем есть в стандартной библиотеке функция current exception которая нам возвращает текущее исключение вот после этого вызывающий код когда сделает гэт он соответственно получит это исключение для того чтобы не писать вот так вот много кода для каких-то ну вот если нам требуется какие-то вот такие вот таски создавать которые будут уже иметь внутри себя работу с фьючерс promise с корректной работой с исключениями мы можем все для всего этого использовать уже готовый класс пэкаджи таск пэкаджи таск просто оборачивает какую-то функцию и предоставляет следующее он нам предоставляет уже фьючерс где-то внутри там он прячет promise нам об этом думать не надо и также он ловит исключения то есть мы можем это такое средство для удобного создания каких-то задач которые должны выполняться в другом потоке мы просто оборачиваем любой код в пэкаджи таск и потом можем в потоке эти таски передавать они будут там выполняться при этом у нас уже автоматически есть фьючерс есть корректная работа с исключениями теперь давайте про проблемы следующая ситуация написано у нас следующий код есть глобальная переменная она равна чему-то есть функция которая увеличивает это значение на единичку и запускаем мы два потока потом дожидаемся их завершения и выводим в консоль что там и здесь могут быть варианты там может быть 18 может быть 19 почему это происходит поток один выполняется читает значение второй поток читает значение потом первый поток увеличивает значение и должен его сохранить сохраняет а второй поток успел прочитать еще старое значение не успел прочитать новое значение и потом также записано а может быть звезды сложится так что действительно второй поток запустится чуть позже успеет прочитать измененное значение тогда будет 19 а может быть они оба модифицируют старое значение и будет значение 18 соответственно более сложных случаях это всегда приводит к разным проблемам поэтому возникает вопрос как избежать этого но в каких-то случаях мы можем использовать в качестве вот этот будет переменной атомарную переменную какую то и в принципе мы получим нужное нам поведение далее мы можем использовать какие-то механизмы синхронизации то есть вот здесь вот в этой функции проверить что мы монопольно будем изменять вот это вот значение после того как мы убедились что никто больше не будет этого делать мы делаем то что нам нужно и потом остальные могут также что-то с ним сделать основные механизмы синхронизации это спинлоки семафоры mutex и критические секции ну и какие-то бывают высокоуровневые очереди планировщики конкретно в си плюс плюс в стандартной библиотеке есть поддержка mutex of спинлоки спинлоков поддержка нет но она реализуется с помощью атомарных переменных семафоры это вообще на самом деле базовый механизм синхронизации в операционной системе он обычно есть и на нем как раз строится mutex но можно и наоборот из mutex сделать симафор на критические секции это вот windows например есть критическая секция тоже механизм синхронизации все в общем они похожи принцип у них у всех одинаков мы выставляем какой-то флажок который говорит о том что мы сейчас будем модифицировать это значение другой поток проверяет этот флажок если видит что флажок взведем то ничего не делает ждет пока этот флажок не будет сброшен после того как флажок сброшен он сам возводит этот флажок и тоже что-то делает то есть это просто как табличка на двери занята и единственное что нужно написать это вот эти вот механизмы правильно чтобы эта табличка действительно работала давайте посмотрим как это все устроено самый такой низкоуровневый механизм синхронизации это спинлок в общем в ядре операционных систем там много что делается на спинлоках потому что но это единственный там доступный механизм синхронизации соответственно механизм вот точно такое как я описал есть у нас какая-то переменная которую мы используем в качестве флажка если она равно нулю значит это никем не захвачено это можно из значит можем мы то есть здесь мы как бы должны когда пишем код мы должны весь у нас какой-то ресурс там какая-то переменная мы должны соответственно для этой переменной сделать рядом какой-то флажок переменную и потом написать код таким образом чтобы весь код который модифицировал эту переменную он сначала этот флажок проверял а потом модифицировал то есть других механизмов нет только вот так вот убедиться что написать код корректно чтобы все потоки которые модифицируют значение они проверяли эту переменную теперь как работает спинлок для того чтобы спинлок у нас заработал нам во первых нужна специальная операция которая будет атомарно делать следующую вещь она будет изменять какое-то значение и возвращать старое значение атомарно означает что во время выполнения этой операции не может ну то есть эта операция не может быть прервана она должна выполниться вот в общем обычному процессора есть такие инструкции которые выполняются атомарно если у нас есть такая инструкция то написать спинлок никакой проблемы не составляет пишем функцию которая будет этот флажок выставлять если этот флажок и после того как выставит этот флажок функция закончится до тех пор пока она не за пока флажок не был сброшен мы будем в ней какое-то время проводить логика следующая делаем сразу бесконечный цикл потом проверяем а равно ли вот это вот вот это вот переменная которая у нас выступает в качестве флажка нулю если равна нулю соглашение значит никем не захвачено после этого мы делаем выполняем вот эту вот атомарную операцию которая устанавливает сюда новое значение но возвращает старое для чего нам это нужно сделать во первых здесь мы не используем никакой синхронизации мы просто что-то читаем из памяти и вот здесь вот как раз у нас нет никакой гарантии что в тот момент когда мы вот это вот прочитали у нас не был остановлен этот поток перешло выполнение другому потоку и он возьмет и изменит это значение тогда если бы у нас не было вот этой проверки мы бы получили неправильное поведение поэтому после этого мы делаем эту атомарную операцию пишем туда единичку для для того чтобы указать что мы его захватили но получаем старое значение и потом проверяем равно ли старое значение нулю если оно равно нулю значит мы успели теперь у нас вот здесь в этой переменной находится единичка все мы значит нормально захватили ресурс возвращаемся из этой функции можем спокойно с ним что-то делать другие потоки если захотят модифицировать ресурс они будут здесь в режиме ожидания если же у нас значение старая прочиталась единичка это значит мы опоздали и вот сюда вот кто-то успел влезть и поменять из поменять это значение то есть мы тогда просто повторяем цикл почему мы не делаем только эту операцию а еще и вставляем простое чтение это в общем своего рода оптимизация потому что если непрерывно делать вот это то в общем мы шину данных просто забьем там будет очень все плохо как работает спинлок понятно но не посредством им пользоваться не нужно не нужно ну может быть в каких-то случаях будет нужно но в каких конкретно я сказать не могу то есть как вы понимаете спинлок чем хорош ну в общем то ничем особо но плохо он тем что он выжирает процессор на все ресурсы процессора то есть просто крутится вот этот вот цикл который постоянно читает поэтому да если написать свой спинлок то можно в общем просто нагружать процессор и не делать ничего полезного на до вообще спинлоки используются вот в реализации mutex of сейчас забегая немножко вперед как работает mutex mutex это уже механизм синхронизации предоставляемой нам операционной системой то есть мы также операционной системе говорим что вот переменная ну опять же флажок какой-то проверь что равен он нулю или не равен если он не равен нулю мы тут же получаем выполнение как бы мы получаем как бы возможность выполнить выполнять дальше код как бы это означает что все хорошо в минутах захватили операционная система сама там поставить единичку если же там единичка то операционная система наш поток снимается выполнения и он спит потом когда другой поток скажет что я освобождаю mutex операционная система туда запишет нолики разбудит наш процесс то есть mutex работает так он снимается выполнение наш процесс и потом он будет разбужен только тогда когда mutex будет освобожден при этом вызов какой какой-то функции операционной системы это дорого поэтому по возможности стараются не обращаться к операционной системы если на то нет особой необходимости потому что вызов системный вызов это переключение контекста это дорого поэтому допустим в реализации mutex в стандартной библиотеке там используется атомарная переменная сначала проверяется выставлен флажок в единичку или нет если выставлен то тогда уже делается системный вызов и потока отправляется спать если же нет то соответственно продолжается дальше выполнение ну и взводится этот флажок то есть это тут тоже своего рода оптимизация потому что это все-таки сделать чтение атомарной переменной все равно дешевле чем вызвать функцию операционной системы так давайте дальше наверное семафор ну семафор как я говорил это операционной системы все обычно предоставляет там в общем логика такая что есть у нас какой-то объект который можно сделать три действия провинциализировать его захватить семафор освободить семафор отличие семафора от mutex тем что семафор может предоставлять доступ одновременный нескольких потоков к одному ресурсу то есть мы задаем какое-то начальное значение 5 например потом когда приходит какой-то поток к семафору он смотрит если счетчик больше нуля то он уменьшает его на единичку и идет дальше что-то там делать потом когда он семафор освобождает он счетчик увеличивает на единичку соответственно если мы зададим начальное значение 1 то у нас в принципе получится поведение аналогичное mutex у но может быть мы можем 5 поставить и тогда пять потоков смогут проходить через семафор но реализуется это тоже операционной системой там есть специальные системные вызовы их можно вызывать все плюс плюс поддержки семафоров нет реализуется только такая абстракция как mutex что она делает ну соответственно это вот какой-то объект флажок мы у него мы ему можем сделать лог то есть этот флажок взвести если уже кто-то флажок этот взвел мы здесь отправляемся спать и и проснемся только тогда когда поток который сделал лог сделает аналог то есть как только никто не будет как только освободится этот флажок мы тут же проснемся после этого соответственно мы можем уже делать потому что будем уверены что флажок взведен мы что-то сделали и потом сделали аналог чтобы другой мог это тоже сделать можем не отправляться спать сделать просто тройлог проверить взведен флаг или нет если флажок не был взведен мы соответственно флажок взводим можем что-то делать и потом также должны сделать аналог для того чтобы другие могли это сделать соответственно поскольку у нас есть возможность сделать лог и сделать аналог то появляется и возможность аналог не сделать при этом другой поток который будет спать на лог и никогда не проснется эта проблема называется дэдлог дальше что еще может делать как работать с mutex допустим у нас есть вот какая-то переменная которой мы хотим получить доступ синхронизированный то есть чтобы одновременно не могли два потока его изменять мы создаем mutex и изменяем вот эту вот нашу функцию плюс 1 сначала мы что делаем мы делаем создаем такой объект log guard и туда передаем в конструктор mutex в принципе мы могли бы написать mutex log здесь а здесь написать mutex unlock вот log guard он это и делает в конструкторе он делает лог а в деструкторе делает unlock почему предпочтительнее использовать lock guard во первых мы можем забыть сделать unlock и это приведет к описанной мной проблеме во вторых может где-то вылететь исключение и мы опять же не сделаем unlock поэтому как бы рекомендуется всегда напрямую mutex не вызывать lock unlock а оборачивать mutex в специальный для этого сделанный класс он все сделает за нас после этого вот этот вот код начинает работать то есть выдавать всегда если у нас здесь 0 то 1 1 всегда будет выдавать 2 состояние гонки мы здесь исключили понятно дальше а ну вот и картинка да как все хорошо сначала один захватил mutex log все сделал сделал unlock другой захватил лог сделал unlock все все выстроились в очередь и работают по очереди отсюда опять же мораль что если что у нас если несколько потоков зависит от каких-то данных то на вот этой точке синхронизации они все выстраиваются в очередь и ничего не делают соответственно если мы хотим чтобы они эффективно использовали процессор и делали что-то полезное нам нужно думать о том как уменьшать количество точек синхронизации иначе они все в очередь встают и работают по очереди процессор простаивает дальше есть рекурсивный mutex отличается он от обычного mutex а ровно одним тем что если два раза сделать лог на подряд в одном потоке то это поведение неопределенное например может привести к дедлоку типа сам себя заблокировал рекурсивный mutex позволяет делать несколько раз лог в одном потоке но количество unlock должно быть такое же зачем нужен рекурсивный mutex я честно говоря не знаю мне кажется это проблема дизайна если требуется рекурсивный mutex я слышал что-то о том что mutex созданный в одном потоке нельзя научить другом есть что такое уличиться ну вообще как бы это насколько я помню ограничений таких на уровне именно кода нет но они подожди mutex в смысле в одном потоке сделали лог а в другом сделали unlock да ну мне кажется ограничений таких нет но опять же это как-то вот странно то есть ну это какой-то запутанный сложный код как я не должен хотеть так писать да да не надо так хотеть нужно писать многопоточность довольно сложная штука и нужно наоборот стремиться делать проще и вот это вот время которое мы точка нашей синхронизации чтобы она была как можно короче вот к этому надо стремиться просто вот объявлены в одном потоке не так запустим он улучшит в других потом но в этом смысл что мы в разных потоках делаем лог одного и того же mutex а то есть проверяем вот этот флажок дальше time it mutex он в общем у него есть интерфейс такой же как у обычного mutex lock unlock но кроме этого мы можем пытаться сделать ну mutex этот захватить в течение какого-то времени для этого есть две функции try lock for и try lock until соответственно если мы в течение этого времени не не смогли это сделать нам возвращается false если смогли раньше сделать этого таймаута то соответственно мы его блокируем здесь смотрите я на что хотел еще обратить внимание но с этим понятно все в течение кого-то какого периода ждать 100 миллисекунд здесь мы ждем до наступления какого-то времени то есть например сегодня плюс там сутки то есть сутки ровно сутки ждать здесь используется steady clock что такое steady clock steady clock это монотоник клок я не знаю как по-русски правильно говорить в общем смысл какой монотоник клок он не зависит от перевода времени если потому что иначе если бы мы использовали обычные часы и стали бы и взяли текущее время прибавили сутки и типа ждем к примеру вот сутки то на компьютере могли бы перевести время например на год назад и мы бы ждали год вот для этого есть специальный монотоник клок все плюс плюс он называется steady clock он не зависит от перевода времени и как бы такой проблемы нет если мы сутки захотели ждать мы будем ждать сутки дальше лог кварт мы уже рассмотрели все просто он простой как палка в конструкторе делает мутекс улог в деструкторе англо уник лог он чуть посложней он во-первых предоставляет такой же интерфейс как и мутекса лог трайлог и еще думал там свопер лис для чего нужен чуть попозже расскажу но сейчас я хочу сказать об одном что если вам достаточно функциональности лог кварт используйте лог кварт уник лог используйте только когда вам действительно он нужен а когда он нужен час чуть попозже так вот следующая проблема взаимоблокировки ну во первых про простой случай когда мы в одном потоке mutex взвели его никогда не освободили deadlock ну и бывают следующие более сложные случаи например мы в одном потоке блокируем один mutex в другом под и второй mutex в другом потоке нам надо тоже два ресурса защищенные mutex ами за изменить мы тоже блоки пытаемся заблокировать но в но в другом порядке второй mutex и первый mutex к чему это приведет приведет это к следующей ситуации поток заблокировал один mutex хочет заблокировать второй в это время параллельно второй поток заблокировал второй mutex хочет заблокировать первый все они друг друга два эти потока заблокировали и уже никогда они не смогут продолжить выполнение потому что один спит на этом mutex и другой на другом для того чтобы избежать таких ситуаций есть следующие рекомендации в одном и том же порядке всегда mutex и блокировать то есть если где-то мы в каком-то месте сначала 1 потом 2 то в остальных местах должно быть точно также таким образом мы сочтимся от взаимоблокировок но иногда такой гарантии дать нельзя например у нас есть какой-то класс данные какие-то и он сделан так чтобы быть безопасным многопоточной среде он может взять у него есть метод который позволяет туда передать какие-то данные он применит эти данные к своим данным соответственно что он дал что он должен сделать он должен взвести свой mutex взвести mutex у данных которые он будет принимать в себя и вот здесь возможно ситуация взаимоблокировки то есть у нас есть данные 1 данные 2 мы применяем где-то в одном потоке где 1 применяем d2 в другом потоке где 2 применяем d1 ну в принципе может быть такая ситуация и вот мы получили вот ту же самую ситуацию они взаимозаблокировались потому что в разном порядке будут эти mutex и блокироваться как этого избежать для того чтобы это избежать все плюс плюс есть специальный специальная функция называется std lock она принимает в себя два униклока униклок вот я говорил что это логгвард но более сложный там есть дополнительные методы и также он в конструктор может принимать следующий параметр defer lock defer lock говорит о том что не нужно прямо сейчас блокировать этот mutex просто ты запомни этот mutex но не блокирует мы соответственно создаем два таких объекта и передаем в эту функцию std lock std lock нам гарантирует что атомарно два эти mutex будут захвачены или нет но взаимоблокировок не будет так может перерыв ну давайте немного на самом деле так ладно давайте да они много до осталось давайте условные переменные иногда нам нужно один поток уведомить о чем-то из другого потока вот для такой коммуникации есть в стандартной библиотеке специальный класс conditional variable как он используется для того чтобы его использовали во первых нам нужен mutex во вторых нам собственно нужны потоки и нам собственно нужна какая-то переменная на этой переменной в одном потоке мы можем уснуть сделать вейд вейд принимает уник лог здесь то есть логика такая мы значит попытались захватить поток когда мы его захватили и мы можем сделать на нем вейд то есть ничего не делать просто уснуть другой поток может так сейчас я покажу сначала использование потом интерфейс обсудим другой поток может потом сделать на этой же переменной вызвать метод notify one этот поток проснется при этом может на одной переменной спать множество потоков для этого есть метод notify all они проснутся все если спит на одной переменной этой conditional несколько потоков мы делаем notify one случайным образом один будет нет нет не можем вот есть еще вейд версия которая принимает предикат эта версия она в общем аналогично следующему если мы написали такой вот цикл while not предикат делать вейд для чего это нужно есть в юниксах есть такое понятие как спонтанные просыпания что это означает причем windows этого нет windows хорошо сконструирован это означает что поток спящий ну ожидающий чего-то ну например это может быть ожидание сетевого там какого-то пакета то есть пришел пакет проснуться вот они могут просыпаться просто так вот поэтому всегда когда пишут код учитывают эту ситуацию то есть если мы проснулись это еще не значит что событие наступило нужно сначала проверить действительно ли она наступила и если она не наступила значит это было спонтанное пробуждение нужно снова сделать вейд вот все плюс плюс соответственно эта ситуация тоже поддерживается и поэтому мы в силу того что наш поток может быть операционной системой разбужен на mutex и например не потому что mutex освободили а просто он проснулся нужно сначала что-то проверить что проверить давайте пример сразу есть у нас допустим опять же какой-то поток который производит данные что он делает он захватывает mutex подготавливает данные после того как данные готовы он mutex освобождает и делает на conditional variable на tify для того чтобы поток который эти данные ожидает смог проснуться ожидающий поток потребитель он что делает он захватывает mutex дальше мы крутимся в цикле мы проверяем если данные еще не готовы например они еще не были подготовлены мы засыпаем здесь уже в принципе не важно будут спонтанные просыпания не будут мы проснемся проверим что данные еще не готовы и отправимся снова спать в тот момент когда мы данные подготовили мы делаем на tify просыпаемся здесь на этом conditional variable убеждаемся что данные готовы и можем с ними дальше уже что-то делать понятен паттерн использования так семафор на базе mutex а вот я хотел показать как написать на базе mutex а семафор чтобы его написать нам нужен mutex нам нужен condition condition variable и после этого вот этот вот интерфейс мы реализуем то есть это инициализация семафора если мы единичкой мы инициализируем получим поведение аналогично mutex если больше соответственно мы можем реализовать уже это другое какое-то поведение дальше нам нужно два метода enter и leave то есть мы заходим за семафор и мы выходим когда мы заходим мы пытаемся заблокировать mutex который у нас внутри этого семафора вот у нас есть mutex conditional variable и counter счетчик изначально у нас counter допустим единицы пусть он будет равен counter выставили единицы какой-то поток захватывает этот семафор он блокирует mutex после этого он что делает он на этой conditional variable засыпает до тех пор пока счетчик равен нулю если он равен не нулю сразу мы соответственно сюда выходим то есть еще можно туда заходить уменьшаем счетчик и идем дальше что-то делать если же счетчик равен нулю то есть уже там пришел один поток или сколько там мы вот начальное значение указали он соответственно здесь уснет как мы делаем leave ну так же блокируем mutex для того чтобы этот counter не сломать увеличиваем counter и оповещаем каким какой-то поток который здесь спит он соответственно если спит он просыпается уменьшает счетчик и продолжает работу вопросы по реализации семафора вот ну и соответственно так этим пользоваться enter leave теперь практическая часть простенькая задачка классическая ping pong написать часто спрашивают на всяких собеседованиях нужно в консоль вывести сообщение два потока у вас есть один пишет ping другой pong и они должны это делать строго по очереди ping pong ping pong каждый по 500 тысяч раз все никаких подвохов или корректности никаких можно да разными способами пишите все спасибо 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 спасибо